друзья всем привет короче мы приехали из деревни нажарили шашлыков и знаете что хотел вам сказать вот и в деревню классно приезжать да но и из деревни домой тоже на классно приятно возвращаться потому что там морозится у нас где-то минус 15 мы так немножко замерзли домой пришли сразу знаете тепло так уютно классно вот хотели чай попить а потом решили что будем кока колу допивать вот короче могу перед две бутылки одну выпили там одна у нас осталось бутылочка кока-кола холодненькая по трубе когда луна в общем будем пить как всегда из бокалов это но это же не нравится из бокалов и как-то я тоже как-то к этому привык это как-то не знаю как-то сна туда празднично как-то так эстетично смотрится на дом а мы же это перфекционисты мы за красоту чтоб все было в идеале ст когда давайте друзья откроем кока-колки сегодня хотим на службу пойти в церковь завтра отметим рождество кока-колой да а ты можешь это вино выпить на рождество завтра это можешь вечером это танцевать а после вина ну спи эти не дам спать друзья ну давайте за вас и с наступающим вас рождеством вот счастья вам здоровья и всего-всего самого хорошего мне понравилось кока-кола с семечками да ну а ты возьми семечки 7 еще друзья сейчас я пойду короче это с доченькой своей гулять с лизочкой да но вы тоже ее большинство из вас все знают потому что я часто и снимал на видео вот она сейчас короче в театре на спектакле и сейчас пол пятого пойду и заберу и мы пойдем с ней это погуляем как-то я заметил что раньше как-то ну как раньше но не так давно год назад где-то до полтора назад лиза как-то но меньше самой соглашалась гулять потому что как бы стеснялась своих подруг да и она гуляла с подружками а сейчас что-то смотрю как-то она опять начала это опять именно тянется ко мне звонит мне предлагает погулять пойти так что меня это очень радует даже не то что радует а я именно себя чувствую именно счастливым человеком вкусная кока-колка вообще обалденно вот друзья дома конечно так уютно когда вот после мороза после природы приезжаешь домой мы даже только когда в подъезд зашли с улицы и сразу такие вдвоем до такой о кайф как классно когда зашли в квартиру вообще блаженство настоящее так тепло уютно сразу да там вообще прям чувствуется вот когда когда постоянно в квартире ты сидишь ты этого не чувствуешь а когда ты вот целый день на улице а потом приходишь домой ты прям чувствуешь что квартире так именно хорошо уютно тепло да так прям прям так классно и друзья у нас еще очень много шашлыка осталось мы потом когда будем кушать вечером шашлычок мы запишем видосик до шашлыком очень много на шашлыка осталось у нас короче было в общей сложности 5 килограмм мяса вот представляете это на троих человек мы там поели и еще ну почти больше чем половина кастрюлю там мясо да вот так что будем кушать шашлычок я обещал свою девушку шашлыком угостить отвезти ее на природу и я свое обещание выполнил мужик сказал уже сделал сам костер сжигал сам мясо мариновал сам жарил шашлык все сам сделал короче вот так вот друзья сколько тебе любимый остался 66 можно я скажу это подписчикам или не надо скоро у моей женечке будет 500 подписчиков друзья ей осталось 6 подписчиков до 500 и у нее будет 500 а потом будет тысяча потом монетизируем твой канал класс а начинала ты 72 прикинь да и другие уже 500 у тебя почти ты завязала с блогерами сама с кем поведешься от того и наберешься нету я про youtube говорю я про youtube блин у меня до сих пор вот привкус шашлыка вот спицы но шашлык такое это друзья очень мягкий получился вообще да он то что промариновался вот именно сутки вот специях там в луке и такой на мягкий получился хорошим смесь это дыма с духами да это новый тренд в парфюмерии что бренды дым парфюм еще что-то вкус мясо мне не мясо играл дым парфюм и еще чем я играл это чисто мужской аромат настоящий вот так что вот так друзья сейчас мы с вами пообщаемся попьем кока-колы я пойду потом я пойду за доченькой за свои а женечка хочет записать это видео вот микрофон точно так же он подсоединяется как это просто вставляешь и через опыт ветрозащита вот прищепочка как это цепляется можно в руках чего-то газы можно в руках держит можно так прицепить в общем вот так вот друзья но мне понравилось именно на природе игры мы всегда вот с отцом ездили мы всегда у нас как бы не было такого критерия что шашлыки жарить только весной или летом мы всегда жарили тогда когда нам хотелось захотелось зимой пожарили зимой захотелось осенью пожарили осенью то есть мы круглый год жарим шашлыки как у нас возникло желание мы в любой день поехали вот сегодня я говорю мороз минус 15 но это нас никак не смутило мы поехали пожарили шашлыки клево посидели там мясо поели кока-колу попили женечка вина выпила домашнего бокальчик до которому отец сделать в общем хорошо посидели пообщались вот так что мы же не будем всегда в деревне ездить на шашлычки до весной летом будем там рыбу ловить карасиков а прикинь вот когда еще жаришь карасей но на сковородке но сковородку ставишь на на костер да это рыба все равно отдает вот этим дымком она пропитывается но там же крутится вокруг это сковородка и получается жареная рыба запахом дыма знаешь какая вкусная карась и вообще класс ты тем более любишь рыбку я там в кадр поставлю вот кока-колка вообще вкусная мы друзья сейчас мы скажем сколько мы литров купили ой выпили за эти праздники смотрите короче сначала мы купили 6 бутылок двухлитровых это получается 12 литров до потом мы покупали один раз таких вот две бутылки это еще плюс 2 литра это 14 литров и сейчас мы еще купили 2 литра это получается 16 литров кока-колы мы выпили вот за вот эти новогодние праздники 16 литров кока-колы поэтому выпили получается сегодня 6 число но за неделю до за неделю 16 литров кока-колы молотили женя горит она никогда столько кока-колу не пила пока со мной не связалась со мной так уже сразу я помню мы не пили когда ехали на машине пятигорск в абхазию когда уже кофе не лезла а надо было бодром состоянии ну да она тоже так бодрить нормально тонизирует отдохнули классно вообще мне понравилось да самое лучшее воспоминание это именно когда стоишь возле костра когда вот именно костер ты смотришь на пламя на костра там звук знаете дров когда вот так они трещат да там в огне вот запах дыма это такое обволакивающий вообще класс и в то же время ты смотришь вокруг сугробы но чистое лазурное небо и яркое солнце вообще это такой реальный кайф это вообще так классно мы стояли возле костра грелись да потом раз выходишь вот так в сторону отходишь от костра такое ощущение как будто тебя реально мятной жвачкой освещает правы по ногам и по всему телу на потом раз опять костру подходим и опять так тепло хорошо уютно вот так что друзья зимой тоже можно жарить шашлыки это тоже огромное удовольствие и нам еще знаете хорошо что вот вот дом у отца за городом да он недалеко от города 9 километров от города всего лишь мы ехали буквально 10 минут за 10 минут мы доехали так что вот так вот друзья до 4 те подписчиков осталось и все на это бушкана я буду счастлив я тоже буду счастлив за тебя этого и а сколько ты рок роликов это выгрузил но вот из деревни 3 шутца да ты длинные не записывал но для посмотрите где эти шутки когда я не буду нажимать смотреть просто так что вот так друзья классно все таки беру природа вот это такое реально удовольствие и заряд энергии получаешь и знаете вот реально когда допустим но основной вот именно как бы часть своей жизни я проживаю в мегаполисе до в москве в огромном городе и когда приезжаешь потом в маленький город а потом так еще выезжаешь на природу в деревню это такое удовольствие неповторимое это вообще вот после вот этой знаете городской суеты ты приезжаешь в деревню там куры кукарекают собаки лают вот костер запах дыма это вот реально такое удовольствие но мне очень нравится реально и отдыхаешь а представь это вот ну зимой классно а как хорошо когда весной когда всего-то расцветает деревья там как в раю там так классно птички поют я туда приезжал не просто на ветер я туда на сутки приезжал то есть утром я приезжал и уезжал на утро на следующий день мы всю ночь сидели с отцом там шашлыки ели костер даже после того как короче мы пожарили шашлыки мы просто костер и нажгли там но в мангале но просто чтоб красиво ему там пламя был короче наслаждались жизни даже друзья честно говоря мне уезжать не хочется в москву но я поеду конечно потому что как бы работа да там ноги еще бы разных дел но как бы если бы была возможность я хотя бы еще месяц бы тут побыл по наслаждался жизни бы еще на природу бы еще съездил да еще бы разочек вот именно реально именно мне в этот раз и на очень понравилось вообще я даже когда был в москве да как-то я отвык по курчатов как-то мне особо не тянуло но когда я приехал в курчатов я опять как бы почувствовал вкус этого города да именно мне реально ему все понравилось и на как у нас каждые дни так проходят именно насыщенно да мы никогда дома не сидим не было ни одного дня чтобы мы не вышли гулять мы всегда ходим гулять вот на природу выезжаем но постоянно чем-то вот именно заняты как стараемся активно проводить свои дни потому что просто сидеть дома скучно а вот когда ты допустим съездил на природу а потом приехал домой вот тогда классно тогда именно и удовольствие уже получаешь когда идем там посидишь там телевизор посмотришь фильм какой-нибудь мне очень понравилось мне понравилось еще то что я не знала что уришь и папа художник в прошлом и вот когда заходишь в эту веранду там где-то какие-то летние шляпы весят тут картина стоит вот это плетеная стена старину раньше хутор и вот эти были там да 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 такие плетеных забору ну как у гоголя да вот потом там где-то висит этот горшок цветков клетка я тоже думала что у вас какая-то птичка то есть прям за хочешь а я очень люблю вот эти вот все мелочи вот мы с тобой как по птице ходили да там тоже вот куча вот этих вот старинных вещей здесь также блины так уютно и то что еще половина веранды стеклом закрыта то есть как-то и ветра не чувствуешь и в то же время за природу в комнате на ходу нет и как бы и в то же время природа вот те мангал с костром да и вот тут же вот сзади нас природа вот выходишь и ты хочешь а еще мне понравилось оказывается там за этой как это называть камин или мангал кирпичный стационарный там оказывается с обратной стороны печка то есть если там разогнать обратной стороны нет но с обратной стороны это куда это куда залезть а сама печь она вот где жарил шашлыки там вот это дверь открывается она прям там внутри я про то что как вот старину да в домах спали на печь да и так он еще хотел знаешь это там в этой беседке поставить это колесо телеги вот как в парке птиц он все искал у кого купить колесо телеги творческий человек вообще классно мне очень понравилось аккуратненько так сюда даже я смотрю как дом сам там вот эти вот окна такие полукруглые не просто обычный дома именно уже по окнам видно что человек творческий и видела там на окнах вот такие эти как бы штыри такие как в замке так что интересно очень хотелось бы весной я думаю весной там бы еще чего-нибудь увидела да весну это вообще классно вот особенно май месяц когда все цветет там желаться много фруктовых деревьев там и вишня и персик там и это слива яблоня и там она в мае месяце когда начинают вот так все цвести и птички поют блин там такая красота вообще реально ну поедем с тобой вот увидишь очень красиво так что там конечно классно вообще хорошо вот сочетать и большой город и маленький города деревню так знаешь как то получается это больше удовольствия получаешь как-то вкус жизни лучше чувствуется потому что у тебя как бы разносторонняя жизнь ты и в большом городе там по наслаждался жизнью да там именно поработал там это в маленьком городе тоже там погулял по этим улочкам да тоже приятный в деревню поехал там посидел у костра шашлыки пожарил природа там птички поют тоже кайф я даже сегодня вспомнила как я в горах пожила неделю мой зиме тоже такой контраст да так что вот так вот а сегодня у нас еще до одно это мероприятие мы пойдем на службу в церковь вот ночью где-то часиков 10 пойдем но это служба где-то до часу ночью будет постоим там побудем и домой придем опять замерзшие пойдем по набережной вообще жизнь на рай какой-то у нас всегда с тобой очень насыщенные даже дома бывает насыщенный так так интереснее просто да мы и дома массажики друг мы стараемся активно проводить там или какой-нибудь фильм смотрим интересный ролики записываем мы не скучаем нам не скучно как некоторые люди говорят типа о скучно что делать блин даже если она настолько многообразно и прекрасно что даже поселить поговорить это конечно что делать всегда можно найти для себя какое-то занятие что делать сколько не набралось за время видео до за время видео чтобы набрал вот что значит поездка да и поехали сами получили кучу эмоций положительных отдохнули покушали мясо шашлыка и плюс и записали кучу контента для своих youtube каналов но еще для инстаграма мы приятное с полезным сочетаю ну и как-то вот я настолько привык снимать да настолько привык вот к этому к youtube что вот я даже еду отдыхать да и мне вот не мешает то что я снимаю там на камеру да как-то я не считаю что это какая-то там трудность это работа там что-то это уже как-то идет вот именно на автомате все понимаешь уже именно камера тут снял тут посидел поговорил отдохнул опять снял опять посидел поговорил и как-то уже у меня отдых уже на протяжении семи лет вот так происходит восьми лет уже я не было ни одного дня чтобы я приехал в деревню чтобы я что-то не снимал как папа сегодня вот вы нашли друг а я помню вот когда мужчина не поддерживает сидишь там тайком быстренько что-то снимешь так чтобы никто не видел и девчонки мои также а тут наоборот гриша первый начинает прикольно так ну классно а мне нравится еще тебя снимать как ты снимаешь сейчас на твои шоутики посмотрю а вот еще один шоу ну вот этот вот как раз смотри мне плеча то вдруг там музыка если у тебя будет так что друзья вот такие дела я сейчас пойду с лизочкой гулять она именно такая знаете я с ней когда встречаемся мы с ней там идем куда-то там в кафешку там сидим она мне вот раз вот сидим мы с ней два-три часа да и она все эти два-три часа мне что-то рассказывает она такая вот именно разговорчивая такая коммуникабельная вообще ну и вы даже видели когда она маленькая была я ее снимал она уже тогда была уже такая очень общительная а сейчас еще больше стало общительным прям вообще такая может без перерыва три часа что-то рассказывать прикольную картинку друзья представляете вот пока мы записывали видео до уже не прибавилось 4 подписчика буквально за 20 минут прибавилось 4 подписчика еще утром мне не хватало 18 до получается вот за полдня прибавилось 18 человек не за полдня а за то время пока я загрузила ролики да ну получается вообще сколько мы часа два назад приехали даже меньше меньше 18 лет было я загружала ролики было 17 минут 2 любимая те поздравляю с 500 подписчиками сегодня у меня и это деревня на пользу пошла и для контента у меня не терпится твои шоктики посмотреть ты все все загрузила да все пять штук пять шутца у тебя получилось нормально классно и купакова обалденно друзья ну ладно я буду заканчивать это видео сейчас буду смотреть шутцы которые женечка записала вот а вам спасибо за просмотр желаю вам тоже чтобы вы тоже зимой выезжали на шашлыки и получали удовольствие от общения с природой вот и желаю вам здоровья счастья и всего-всего самого-самого наилучшего все друзья всем счастливо всем пока и до скорой встречи пока пока